так здравствуйте пока что не удалось взять себе маску как я хотел так что придется вам лицезреть мой очень примитивный косплей под культиста хотя это робо из вселенной звездных войн скорее чем ужаса архема но не в этом суть суть сегодня в том что я посмотрел список из всех 48 сыщиков из основной игры из дополнений ужас архема 2005 года я посмотрел разделил этот список на две части сегодня мы посмотрим 24 наименее популярных это не значит что это самые сильные либо самые слабые сыщики это значит что просто люди ими реже играют чем другими скажу сразу что в нижней половине в 24 наименее востребованных сыщиков ужаса архема большинство абсолютное большинство из дополнений ужас инсмута и ужас кингспорта и ужас кингспорта также что еще бы хотелось сказать ссылка на эту статистику будет в описании если не сразу же в момент публикации видео то когда-нибудь точно будет и также это ситуация на текущий момент то есть к моменту когда вы будете смотреть видео ситуация может измениться и например сыщик который был на втором третьем месте перейдет на на первое место или наоборот итак давайте начнем они тут две минуты говорю говорю а только сплошь вода вот я их уже поставил в очередности 24 сыщика и на двадцать четвертом месте у нас хэнк сэмсон из дополнения ужас инсмута на русском языке его локализовали как батрак мне нравится называть его фермером кому как удобнее получается что он один из наиболее востребованных да получается что он самый востребованный сыщик из дополнение ужас инсмута неудивительно так как у него аж 5 единиц рассудка и 6 единиц здоровья плюс у него очень хорошая способность при провале при провале то есть он не проходит проверку ужаса изначально он проходит ее только в случае провала первой попытки боя с монстром или в случае провала проверки ухода также он начинает с едой что практически дает ему еще одну единицу жизни так с натяжкой и получается 5 единиц рассудка и 7 единиц здоровья что в сумме дают больше до 12 12 это ни у одного сыщика такого нету так что у нас такого тут интересного хотя у нас будет пара сыщиков у которых так с натяжкой можно сказать что сумма равна тринадцати но в основном большинство сыщиков сумма равна десяти есть наверное три три сыщика у которых изначальная сумма одиннадцать и еще есть три потенциальных сыщиков у которых тоже изначальная сумма может быть больше одиннадцать то есть три потенциальных три точно у которых и да и еще двое которые с натяжкой можно сказать что имеют тринадцать единиц рассудка или жизни так что у него у него неплохие показатели скорости и боя в обе в обоих случаях пять это довольно таки неплохо в начале игры он может собирать улики а учитывая то что он изначально не проходит проверку ужаса при бою с монстрами можно сразу же подключить бой на максимум так что неудивительно что он оказался у нас самым популярным сыщиком из дополнения ужас инсмута также у него средненькие показатели удачи так что лучше с ним не бродить по локациям так как чаще всего в локациях вы знаете что нам выпадает проверка удачи несмотря на то что многие люди говорят что вот сколько не захожу мне ни разу не выпадает но статистика вечно умолимая чаще всего упадает удачи так идем дальше на двадцать третьем месте у нас у патрис тоже очень хорошая способность но в отличие от хэнка ее способность действительно команды любой другой сыщик может использовать улики которые принадлежат патрис на свое усмотрение даже если они даже если они находятся в одной и той же локации или в одном и том же миру кроме этого она получает по улике каждый раз когда открывается новый портал то есть она начинает у нас с тремя уликами но так как в начале игры мы обязаны открыть портал практически она начинает с четырьмя уликами кроме патрис с четырьмя уликами в начале начинает только Мэнди Томпсон и еще Урсула Даунс тоже один сыщик из ужаса Инсмута и так же она получает целых пять улик когда заполняется девятое девятое место на треке безысходности древнего все показатели у патрис средние то есть от одного до четырех слабые 0-3 средние 1-4 неплохие 1-2-5 и хорошие это 3-6 и еще есть отличные это 4-7 но 4-7 это есть только у одного сыщика у Кельвина Райта но он в этих топах не участвует потому что это не официальный сыщик ну назовем его полуофициальным потому что он появлялся на официальных мероприятиях но ни в базовой ни в ни в одном из официальных дополнений его не было такс и единственное что у нее тоже хорошее это показатель знаний но учитывая то что у нее всего пять единиц рассудка она будет не самым лучшим заклинателем но как я сказал патрис очень хороший командный игрок поэтому я не удивлен что она является одним из самых популярных сыщиков в из дополнения ужас измута так идем дальше а дальше у нас идет наименее популярный сыщик из дополнения ужас данвича это джим калвер не удивительно что джим самый менее популярный сыщик из ужаса данвича так как у него очень так скажем одна способность у него странная другая вообще ситуативная начнем с странной это которая так и называется странная удача когда он находится в иных мирах все миры имеют еще и зеленый цвет контактов помимо их традиционного цвета то есть для джима калвера все миры имеют от двух до четырех цветов если зеленый то два если нет зеленого то три так как добавляется зеленый ну и если это страна страна грез или что у нас еще или иное измерение тогда все четыре так же я вам говорил про сыщиков у которых с натяжкой можно насчитать тринадцать сумму в тринадцать единиц рассудка и здоровья джим калвер как раз является одним из них потому что он начинает с золотой трубой золотая труба что делает золотая труба золотая труба нам предотвращает до трех потерь до трех единиц потерь рассудка то есть практически у него не шесть а целых девять единиц рассудка и четыре единицы здоровья давайте посмотрим что у него за показатели у него неплохие показатели воли и удачи и средние или плохие показатели или средние или плохие показатели всех остальных параметров а и вторая его способность которая весьма ситуативна это то что он может потратить одну улику на то чтобы победить на то чтобы победить монстра типа нежить но он уже начинает с тремя уликами что весьма неплохо если нам повезет и неподалеку от закусочной вельмы где он начинает будут две улики практически уже во втором ходу он может пойти закрывать закрывать пойти в иной мир чтобы закрыть или запечатать портал туда ну как я сказал это весьма весьма ситуативный сыщик поэтому неудивительно что его любят меньше выбирают меньше всего из всех сыщиков что у нас есть в дополнении ужас данный так отложим в сторону далее у нас идет второй по популярности сыщик из дополнения ужас кингспорта это лили чен лили чен как и хэнк самсон или бомжара пит является одним из немногих сыщиков у которых сумма здоровья и рассудка в начале игры равняется одиннадцати и также ее особая способность состоит в том что она может менять свои максимальные показатели от четырех до семи единиц ifique здоровья Prosiy естественно чем больше предел тем меньше предел здоровье и наоборот и каждый раз когда она повышает предел она восстанавливает себе одну единицу когда повышает предел здоровья она восстанавливает 꼬итель очень неплохой сыщик Так что неудивительно, что она является одним из самых популярных сыщиков из дополнения ужаса Кингспорта. Также у нее неплохой талант, чтобы пока я не забыл. Неплохой талант это восточное единоборство. Что это означает? За каждую свободную руку вы получаете плюс два к проверкам боя. То есть, если вы не берете ни оружия, ни заклинания в руки, у вас практически будет плюс четыре к бою. И на эти плюс четыре не действует ни физический, ни магический иммунитет. Так, отложим ее в сторону. Далее у нас идет третий по популярности сыщик из дополнения ужаса Инсмута. Это Роланд Бэнкс, федеральный агент. У Роланда очень неплохая способность. Если у него меньше двух улик, он получает одну. Если у него меньше двух долларов, он получает один доллар. Плюс он начинает с союзника. Что делает его одним из трех сыщиков, которые потенциально могут иметь сумму в 11 единиц рассудка и здоровье в начале игры потенциально. Но, скорее всего, у них будет стандартная сумма в 10 единиц. Все показатели у него средние, кроме показателя воли, который неплохой. От двух до пяти. Также он начинает с двумя уликами и с тремя долларами. То есть в начале игры он не может воспользоваться своей способностью. Но, например, можно поступить по-хитрому, передать все свои деньги и постоянно бродить в паре с кем-то. И постоянно ему передавать в деньги и быть своеобразным живым задатком для того сыщика, для вашего партнера. Далее у нас тоже идет неплохой сыщик, который мне очень нравится. Это Акачи Анил. Чем Акачи Анил хороша? Она может закрывать и запечатывать порталы вне зависимости от условий. То есть, если у нас действует какая-нибудь карта процесса или среды, которая запрещает нам запечатывать порталы, Акачи ее игнорирует и она может запечатывать портал в любом случае. Также Акачи уже начинает с одним трофеем врат. Что означает, что в начале игры она может, например, пойти в церковь и получить благословление, Либо пойти в научное здание и получить плюс две улики. Начинает она всего с одной уликой. Начинает она всего с одной уликой. И так же, ей требуется на одну улику меньше, чтобы закрывать или запечатывать порталы. То есть, запечатывать порталы. И она получает плюс один ко всем проверкам при закрытии или запечатывании врат. Все показатели у нее, то есть, у нее разнообразие. Есть и плохой показатель, удачи. Хороший показатель, ой, то есть, нехороший. Неплохой показатель знаний до пяти. Значит, рекомендуется использовать именно знания при закрытии и запечатывании врат. Также у нее хорошая скорость, неплохая скорость от двух до пяти. То есть, в начале игры она может побегать и пособирать улики. Если нам повезет и в какой-нибудь локации, в начале игры, хотя нет, в начале игры, чтобы оказалось три улики, это маловероятно. Но, если она, ну, в течение первых двух ходов, у нее есть шансы собрать достаточно улик, чтобы запечатать портал. Так как ей нужно всего четыре улики. То есть, нам надо прийти, скажем, в локацию, где будут две улики и потом еще в одну локацию, где будет как минимум одна улика. И кроме, у нее стандартный набор, то есть, навык, уникальная вещь, у нее нет обычных вещей и у нее также два заклинания. Так, это у нас инс, вот, ставим отдельно. Далее, тоже один из самых популярных, третий по популярности сыщик из дополнения ужаса Кингспорта, это Венди Адамс. Венди очень мощный сыщик, поэтому, чтобы как-то сбалансировать ее сильные стороны, она не может брать суду в банке, что весьма относительный минус. И, но, что является однозначно минусом, так это то, что ее сумма здоровья и рассудка равна восьми. Сумма здоровья и рассудка равна восьми, что означает, если мы будем использовать ее в бою против Ктулху, ее изначальный показатель рассудка и здоровья будет равен трем и трем, что весьма плохо. Но, зато, она всегда, она имеет при себе знак древних и пока у нее находится знак древних, она не может быть проклята или арестована. Плюс, самая ее основная способность, на мой взгляд, это то, что она автоматически проходит все проверки скрытности на улице. На улице. То есть, значит, ей не надо, да, ей не надо проходить проверки, проверки на улице, которые появляются в Инсмуте при повышении уровня, а нет, там не уровень ужаса, там количество заполненных треков на, количество заполненных мест на треки безысходности древнего. И также на нее не действуют патрули из Проклятия Темного Фараона. Так, отложим в сторону. Так, далее тоже неплохой сыщик. Урсула Даунс. На мой взгляд, единственный, да нет, это не на мой взгляд, это точно. Единственный сыщик, который может начать игру с пяти уликами, так как она может начать в любой локации. И если она начинает в локации, в нестабильной локации, то она получает пять улик сразу же. Но минус, если она начинает в нестабильной локации, состоит в том, что ее может сразу же в первый ход затянуть в портал. Ну, плюс состоит в том, что у нее будет пять улик, и ей этого более чем хватит, чтобы запечатать портал. Урсула неплохой показатель скорости пяти, то есть она может побегать по карте, пособирать улики. Средний показатель боя четыре, и уж совсем плохие показатели скрытности и знаний. Зато неплохой показатель удачи, равный пяти. И во время прохождения контактов в Археме, перед броском кубиков, она может потратить одну улику, чтобы полностью отменить этот контакт. Тоже очень неплохая способность, особенно если выпадет какой-то очень уж неприятный контакт. И также тоже странная способность, это то, что можно пройти и контакт в локации, и воспользоваться специальной способностью этой локации. То есть, например, если вы идете в речные доки, вы можете и продать трофеев на пять капель монстров, если вы с Урсулу, если вы играете за Урсулу, и также пройти там контакт. Так. Далее у нас идет Моряк, Сайлос Марш. У Сайлоса тоже очень ситуативный, но если вы играете с ужасом Кингспорта или особенно с ужасом Инсмута, с дополнительными полями, я имею в виду, его способность весьма неплохая. Так как он телепортируется между водными локациями ценой в две единицы движения. То есть, если вы заходите в речные доки, вы сразу же можете оказаться на Ихантлей, к примеру, из речных доков. И также Сайлос получает плюс два ко всем проверкам в водных локациях, что тоже весьма неплохо. Но у него есть минус, который тоже активируется, если вы играете с ужасом Инсмута, особенно с картами Инсмутского облика. Каждый раз, когда он должен вытянуть карту Инсмутского облика, он вытягивает на одну карту больше. Также к плюсу...